Технический обзор валютного рынка от компании Гранд Капитал. Начнем с пары евро-доллар. Пара евро-доллар с 13 ноября демонстрирует уверенно восходящее движение и если посмотреть на красные линии, обозначенные в предыдущих обзорах, можно отметить, что наши торговые рекомендации относительно возможного движения по паре евро-доллар исполнены. Так, пара достигла отметку 1.2825, после чего скорректировалась к уровню 1.2840 и далее продолжила восходящее движение. По достижении уровня 1.3 важного технического и психологического уровня пара корректируется. Более того, этому способствуют и фундаментальные факторы. Также напомним, что рынок данными продажами отреагировал на объявление об очередном консенсусе по помощи Греции. Напомним, что данное непростое решение было принято на последнем заседании Еврокомиссии. Ну и в данном случае в среднесрочной перспективе, пусть эта новость и является достаточно позитивной для европейского рынка, все же вносит определенные коррективы для покупателей по евро. В настоящий момент пара остановилась у отметки 1.2896, оттолкнувшись от поддержки, обозначенной 50-м мувингом. И если выделить возможное среднесрочное движение пары, здесь, также используя красные линии, можно отметить возможное продолжение восходящего движения. Соответственно, нам видится данная поддержка в лице 50-го мувинга очень важным уровнем, от которого пара евро-доллар, скорее всего, продолжит свое восходящее движение. Конечно же, этому должны способствовать определенные фундаментальные факторы, однако, если мы обратимся к экономическому календарю, пока все способствует для более-менее позитивного развития для данной пары. Конечно же, важным уровнем сопротивления станет уже достигнутая отметка 1.3, и после достижения уровня 1.3 возможен пересмотр прогноза вновь к корректирующему, однако, эта информация уже выйдет в следующем обзоре. Пока же, рекомендация, основная рекомендация, это возможные покупки пары от поддержки с целью 1.3. Следующая валютная пара – фунт-доллар. Здесь, также, обретя поддержку 15 ноября на уровне 1.5832, пара фунт-доллар пытается отыгрывать ранее потраченные позиции. В настоящий момент пара также остановилась в поддержке в виде 50-го простого мувинга и торгуется чуть ниже отметки 1.5980. Говоря о возможных перспективах движения пары фунт-доллар вверх, прежде всего стоит обратить внимание на вышедшую накануне статистику. Напомним, что во вторник были опубликованы данные по приросту ВВП Великобритании, которые продемонстрировали снижение ВВП на 0,1% в годовом исчислении. Конечно же, это новость, а также коррекция по паре евро-доллар внесли определенные коррективы в восходящее движение по фунту. Ну и если обратить внимание все же на среднесрочные перспективы движения пары фунт-доллар, здесь нам по-прежнему видится возможное консолидационное движение пары в уже более узком диапазоне. В качестве уровня сопротивления выделим отметку 1.6060 и в качестве поддержки можно оставить 100-й мувинг, то есть ранее обозначенный уровень 1.5940-1.5935. В настоящий момент мы воздерживаемся от покупок пары фунт-доллар как минимум до достижения ключевой поддержки 1.5940. Следующая валютная пара – доллар-швейцарский франк. А здесь на фоне роста, пусть и незначительного роста риск аппетита, две валюты, традиционно являющиеся определенными укрытиями для валютных трейдеров, демонстрируют достаточно волатильное движение. В настоящий момент пара – доллар-швейцарский франк демонстрирует восходящее движение. Котировки пара остановились у отметки 0.9335 и ориентируясь на возможное движение на ближайшие несколько торговых сессий, прежде всего отметим важный уровень, которому подходит пара – это 50-й мувинг. Так, соответственно, если в данном случае в течение текущей недели паре удастся закрепиться выше данного уровня, более того, если осцилляторы продемонстрируют уверенный сигнал на покупку, мы можем говорить о возможном продолжении восходящего движения пары вплоть до 100-го мувинга отметки 0.94 ровно. Напомним, что в настоящий момент пара торгуется у отметки 0.9335, ну и ориентируясь на то, что покупки совершать уже поздно, а продавать еще рано, мы воздерживаемся от торговых рекомендаций по данной валютной паре. Следующая валютная пара – доллар США и японская иена. Доллар США – японская иена, демонстрирующая достаточно уверенное восходящее движение на протяжении всего ноября, как, пожалуй, на протяжении всей осени на фоне достаточно позитивных для рынка заявлений Банка Японии о смещении денежно-кредитной политики. В течение последних нескольких торговых дней пара корректируется к отметкам 81.70, однако отметим, что данная коррекция вызвана прежде всего техническими продажами, и после резкого роста, когда пара с 14 ноября до 22 ноября выросла более чем на 3 фигуры, эта коррекция, конечно же, была ожидаема и неизбежна. Ориентируясь на некие коррекционные уровни, здесь можно выделить отметку 81.50, однако отметим, что в случае снижения риска аппетита возможно более серьезное коррекционное движение к ранее выделенному уровню уже поддержки отметки 81, ровно 80.70. Следующая валютная пара – пара доллар США – канадский доллар. Здесь мы видим классическую отработку, пусть и не такого сильного, но все же восходящего тренда. А в настоящий момент котировки пары остановились у отметки 0.99.50. Это по-прежнему ниже того ценового канала, который обозначила пара в рамках данного восходящего тренда, но ориентируясь на ситуацию, складывающуюся на товарных рынках и в целом на ситуацию, вернее, отношение инвесторов к американскому доллару, можем отметить, что пара доллар США – канадский доллар имеет все перспективы для дальнейшего роста. Соответственно, здесь мы ориентируемся на рост валютной пары, возврат ее в канал и продолжение восходящего движения. В качестве возможного уровня сопротивления отметим локальный максимум отметку 1.0.50. Прошу прощения, 1.2.0.50. И, соответственно, по достижению данного важного уровня сопротивления, вновь возможна незначительная коррекция, о которой мы уже будем говорить в наших следующих обзорах. И последняя валютная пара, которую мы рассмотрим – пара австралийский доллар – доллар США. Пара австралийский доллар – доллар США, так же, как и пара доллар США – канадский доллар, имеет определенное давление со стороны буков по американскому доллару. И в настоящий момент мы видим, пусть и незначительный, но разворот пары в рамках ее консолидационного движения, ориентируясь на среднесрочную перспективу, можем отметить наиболее вероятную коррекцию пары к уровню поддержки 1.0.4.0.7 с возможным достижением отметки 1.03.50. Однако, напомним, что данная ситуация будет актуальна, если ситуация на товарно-сырьевых площадках вновь станет негативной. Поэтому, конечно же, необходимо следить, ориентируясь на продажу пары австралийский доллар – доллар США, прежде всего на рынок металлов и на товарно-сырьевые площадки. На этом наш обзор подошел к концу. Более подробную информацию по финансовым рынкам вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net в разделе «Аналитика». Подписывайтесь на наш канал, следите за финансовыми новостями на нашем сайте, участвуйте в конкурсах компании «Гранд Капитал». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok